Хе-хе-хе! 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 Что такое? За притеснение! Аплодисменты! Аплодисменты! Спасибо! А у меня и не будет, дочек, 5 минут. Так что... Сегодня что-то настрочил, не знаю чего. Как Костя любит говорить, приключение Буратино. Ну, традиционное продолжение. И снова ко мне зашел мой друг. А знаешь, говорит, меня недавно приняли в казаки. Да, поздравляю. Прикинь, дали шашку. Ну, возвращаясь домой, вдруг ко мне цепляется компания пьяных узбеков с целью меня ограбить. Ну, достаю, и через шашку из ножен, так как это самое по... Пару, так сказать, замахнуло на голову. Порублю, суки! Они подумали, подумали и скинулись по рублю. Молодец! Заработал. Ну и дуб же ты, Рома. Да, я мужчина крепкий. А недавно, прикинь, был у нее в общаге. На вахте увидел объявление. Уважаемые студенты, кто-то забыл на КПП перчатки. Заберите! Дуэли не будет! Ну и как она тебе? Она как Баобаб, такая же толстая. А недавно, представьте себе, увидела ее на Северном проспекте. Она как конфета. Привлекает обертки, но очаровывает начинкой. Зачем она тебе? Она же как свинья, да не любая помойка рай. Это точно. Пойдем освежимся. И мы пошли. Пройдя несколько метров, наткнулись на выиску. Турагентство, свежее мясо. Интересно, подумали мы. А то что? Они поставляют... Вот поедешь с ними, да? Это ты попадешь в каннибалу, что ли? Тебя свежут? Мне непонятно. Решил подстричься. Надоели мне. И не только мне, честно говоря, начальство тоже достало. Мои лохмы. И на пути встретилось, значит, спасительное заведение под названием «Талант и Везение». Зашел. Действительно, у мастера есть талант, а насколько я везение, не знаю, вот на мне можно заценить. Вот. Как он меня подстриг. Пока меня стригли, друг сходил в соседний магазин и купил бутылку водки. Позабавил название. Привет. Водка – привет. Выпьешь – и привет. Выпили, оба остались живы. Выходя из парикмахерска, наткнулись тоже на объявление. Уважаемые клиенты, мыть руки в аквариуме запрещается. Интересно, мы подумали. Клиентам запрещается. А сотрудникам? Непонятно. Знаешь, говорит мне друг, ехал недавно на «Ласточке», торопился, билет не успел взять. Еду. Подходит контролер. «Возьми лед. Ей, пожалуйста. И растекиваю штаны». Она увидела и говорит, счастливого пути. «И что?» «Денег не взяла?» «Конечно, нет». Она видела карающие вещи правосудия, испугалась, видать. «Живет в голове женщины странный зверь. Заставляет он ее творить дела чудные, и нет на него управы. Имея в этом звере настроение». Вот не подумалось, почему я до сих пор не женат? Оказывается, что в каждой женщине живет стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Что разбудешь, то и получишь. Ну и закончить хочу стихами. Не мои грешен, но такие нашел стихи. «Хотим пожелать вам чудес, настроения, успеха, достатка, веселья, везенья, здоровья, всех радостей и волшебства, восторга и счастья, любви без конца. Пусть женский день будет долгим и ярким, наполнен сюрпризами и шоколадом, успех улыбками, смехом, цветом ароматом. Чтоб все в этот день были сказочно рады. Спасибо! Молодец, Никита! Аплодисменты! Никита, любовь без конца не очень весело. Нормально всё! Всё! Человек, про которого я могу сказать, у него свой уникальный, неповторимый стиль. ИНОТ